Спрашивают, решится ли, по моему мнению, Путин применить ядерное оружие. Тут дело в том, что мое мнение никакого значения не имеет. Ни с какой... То есть военного смысла в этом нет абсолютно никакого. Тут даже специалистом каким-то не надо быть по военке, чтобы до этого допетрить. Война... Ядерное оружие, ну тактическое, я так понимаю, разговор о тактическом идет. Создавалось для того, чтобы проломить какой-то укрепленный участок. И потом в этот пролом направить уже какие-то свои силы. Сейчас война совершенно другая. Нет вот этих эшелонированной обороны. Редут за ряду, траншея за траншеей, которая набита пехотой. Сейчас это опорники, сейчас это СПшки. То есть тратить на них ядерный боезаряд, ты полностью свою репутацию загубишь применением ядерного вооружения. То есть я не думаю, что кто-то там Пекин, там, китайцы. Или... А кто там еще с союзниками? Да пускай даже Беларусь. Некого больше перечисляю, кто вчера на инаугурации был. Там есть страны, названия которых я не выговорю, потому как слышу о них там раз в третий в жизни. Да, так вот. То есть никоим образом это военных каких-то вопросов решить не может. Но если вас интересует мнение по этому поводу, по поводу применения, не применения лично Путин ядерного вооружения, я вам рекомендую буквально вчера, седьмого, вышло у Гордона интервью с другом Путина бывшим. Ну, как другом. Он отнекивается со страшной силой, говорит, нет, нет, не друг, просто работали. Но сам же и говорит, что там отдыхали с семьями, с детьми. То есть весьма близкие отношения на протяжении долгого периода. Ну, близкие, в смысле, рабочие пускай, деловые. Ну, вот там ровно тот же самый, примерно, был вопрос задан, что он применит вообще, знаешь, Сергей Викторович Пугачев. Сергей Викторович Пугачев. Применит ядерное вооружение. Он говорит, что, в принципе, он же чокнутый, ну, Путин. Да, то есть у него полностью поехала крыша. Ну, и совершенно, а тем более, и нет, не только у него, а всей России, по словам этого Сергея, который уже там, я так понимаю, много лет живет во Франции, сбежал. Да, но когда подстегивает и Путина, давай, давай, там вся страна, жми на кнопку, жми на кнопку, он рассказывает там о своих друзьях, которые говорят, Путин там такой-то и такой-то гад начал войну, там все наши бизнесы, весь этот самый похренел. И тут же он говорит, что нет, ну, надо уже, теперь уже начал войну, что ж теперь делать, надо побежать. То есть там люди просто сошли с ума. Это массовое помешательство под действием, там, я не знаю, телевидения или еще чего-то. Десятками, сотнями тысяч гибнут. Ну, это я уже добавляю. Потому что меня случай поразил, когда вот эта женщина отправила своего мужа на СВО, ну, отправила, то есть проводила. Его убили, она моментально выходит замуж за его брата и убивает его. То есть первый комментарий, кто хочет стать миллионером, понимаете? Ну, то есть с этими людьми что-то не так. А в принципе, ну, на войну это никак не повлияет. То есть победа Украины неизбежна уже, ну, совершенно точно. Понимаете, посмотрите, 14 апреля, по-моему, китайский, как это, русиист или даже не знаю, как это сказать, специалист по России, китайский, фэн там какой-то, не помню. То есть он четыре причины назвал. Почему безальтернативно, это специалист не по Украине, а по России. То есть он безальтернативно, Россия проиграет эту войну с Украиной и оставит все территории, включая Крым, по его словам, да? То есть он говорит, потому что, во-первых, очень сплочен народ украинский, он четыре причины назвал. На английском читал, сейчас попытаюсь. Вторая причина, это потому что Запад все равно помогает Украине, хоть идем в полном объеме. И это 14 апреля, то есть 20 апреля только подписал Конгресс, там, помой 61 миллиард, а потом как из рога изобилия посыпалось на нас. И Британия, там 4 миллиарда, сейчас будут забирать, Шоль сказал, что миллиарды евро будут забирать те, которые доходы с российских бумаг, ценных с Европы. Ну, то есть, там много чего сейчас пошло. Этого китаец этот еще не знал на тот момент, когда статья вышла в Economist. То есть, это второе. Третье, это то, что Россия не оправилась от деиндустриализации после развала Советского Союза. Ну, то есть, банально техники не хватает, вменяемой, качественной. Да, сейчас тепловизора нету на танке, все, это уже просто жесть. Сейчас нас атакует гараж с дулом, понимаете? Ну, это буквально, посмотрите на эти видео, вы же увидите. Мотоциклы, буханки и гаражи с сараями. Гараж с дулом, да? И четвертое, что же он четвертое? А, и недостаток информации, который, то есть, Путин живет в коконе. И я могу себе представить, то есть, тут же самый вот этот Сергей, так как его, Пугачев, он говорит, что... И вот спрашивают, а чего же вы не отравили его там, когда только встретили на первой инаугурации? Он говорит, да он таким не был, то есть, он совершил, но не соползался, он был по бизнесу, он был там жадноватый, но, так сказать, чтобы нападать на Украину, там, об этом речь, человеку за 25 лет на троне, кому угодно, башку свернул, ну, понимаете? Ну, надо этой психикой обладать. Да. Посмотрите, вчера, ну, получается, вчера, 6 понедельник в Америке, понедельник, 6-е, не принципиально. В тоже американской газете The Washington Times выходит статья, ну, это такая, конечно, довольно ангажированная газета в том смысле, что она партийная, но тоже весьма интересно. То есть, там журналисты пишут, чей колумнист, чей журналисты пишут, что нету никакого варианта, это Украина в любом случае победит после того, как начала поступать помощь от Соединенных Штатов, он там реверансы в сторону Джонса там своего делает, ну, это их там как бы дела. Но сама суть того, что он говорит, без альтернативы Украина побеждает в этой войне, и это будет большой буст, как это сказать по-русски-то, это будет очень хорошо для Америки и вообще для всего цивилизованного свободного мира. И он там приводит, начиная от того, что 500 тысяч уже погибших раненых, сравнивает это с тем, что 15 тысяч в этом погибло в Афганистане за 10 лет у Союза, 15 тысяч погибло, 35 тысяч раненых, то есть 50 тысяч. И уже 500, говорит, по нашим данным, положили украинца россиян. 100 тысяч украинцев, он пишет, что уже погибло на поле боя, ну, по его сведениям, не будем никак это комментировать. То есть, и он говорит, что в 22-м году, если россияне теряли по 400 человек в день, в 23-м году по 700 человек в день, то до 1-го апреля, вот по этой среднестатистически, они, россияне уже 24-го года, по 900 человек в день. Но это же еще не было вот этого сейчас, что оружие пришло, сейчас уже по 1000 в день они теряют и больше. Так что, говорят, и техника у них выходит, и, ну, в общем, он пишет, ну, тоже можете почитать, если ангелийским владеете, почитайте, в The Washington Times. В общем, вот так. А, кстати, и в России, а в России 24-й год, это, конечно, наперед планируют, там, бюджеты свои, вот эти бюджеты, у них там на три года вперед, самые большие военные расходы, ну, условно говоря, 15 триллионов они на войну тратят в этом году, 10 триллионов в следующем, в 25-м, а там в 26-м, там, вообще 5. То есть, они уже выкладываются все в этом году, и даже при этих напряжениях и вкладываниях, они, ну, что они, да, как они это, бабка-село называют, ну, так и есть, то есть, они, блин, ну, какие у них успехи. В общем, все нормально, парадерное оружие, я советую вам об этом вообще и не думать, потому что это ничего не решит. Человек с башкой не дружит откровенно, ну, даже по нападению на Украину можно было понять, ну, то есть, как бы, войну выиграть ему это не поможет, никак, даже если он стратегическое ветерное вооружение начнет применять, там, у него хватит сил на одну ракету, ну, тут уже, да, какому-то городу не повезет в Украине, но я думаю, что шансов на второй выстрел у него уже не будет, такое мое мнение, может он это применить, ну, по-моему, он сбрендил настолько, что может и применить, сгорел охота, гори и сарай, понимаете, ну, все, ну, в любом случае, он проиграл эту войну, в живых не останется, может за собой весь мир потянут, куда он там в рай собирается или куда, в ад, конечно, ну, в общем, все будет Украина, не переймайтесь. Украина. Украина. Украина.